Вы точно видели вот такие вот объявления. Они висят на каждом углу, на каждом подъезде, на каждой остановке. И вы наверняка думали, что это какая-то ерунда или лохотрон. Мы сходили и узнали, что же скрывается за этими бумажками. Какой-то лохотрон или там реально что-то интересное. Узнав по этому телефону адрес и договорившись о встрече, мы отправились в указанный нам бизнес-центр. Ну что, погнали? Погнали, что? Пообщаемся. На первом этаже, где обычно висят наименования всех организаций, нужной фирмы не было. Офиса нет, да? Это норма, пошли дальше. Казалось бы, это первый признак на ёб-конторы, но не в нашем случае. Дверь была закрыта, но после стука нас туда пустили, как будто мы пришли в какой-то тайный клуб по интересам. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас там встретил какой-то старый ещептун, который сказал, что наше собеседование продлится всего 10-20 минут. В традиционном бизнесе какие суммы, чтобы кафешку открыли? Миллионные суммы. В итоге он целых 40 минут пытался нам впарить то, что он занимается серьезным бизнесом, куда пускают далеко не каждого. Все мы здесь работаем в сфере бизнеса. И главное, за все 40 минут нашего общения он ни слова не сказал про организацию, в которую мы пришли. И наконец-то, только на 40-й минуте он признался, что эта контора называется Тиньши. То есть это сетевой маркетинг. Теперь для того, как ответить на вопросы. Как называется компания? Я задумываюсь с компания Тиньши. А почему по телефону вот это не говорится все? Ну, это вообще глупый вопрос, извините. Ну, просто... Серьезные вещи я по телефону не рассуждаю. Ну, это разве... И своих сотрудников... Это разве серьезные вещи? Отличная реклама серьезного бизнеса на каком-то саном подъезде. Я считаю, что вы пока еще не готовы принять решение. Не, а почему вы сегодня сетевой обычно называете бизнесом? Ну... Что вы? Потому что в нашей стране психология такая. Хотят иметь, а действия не хотят. И придя туда, ты должен будешь приобрести членскую карту ценой от 100 до 800 долларов. И чем больше номинал этой карты, тем больше ты будешь получать процент с продаж всякого хлама. Со всяких массажеров для ног и биологических добавок к еде. И уебищного чая. Причем при минимальных вложениях, вот я вам обозначил сумму от 100 долларов до 800. То есть, для того, чтобы только начать продавать этот хлам, ты должен будешь заплатить от 6 до 50 тысяч рублей. Вот мне интересно, сколько же надо напродавать этого товара, чтобы ты окупил хотя бы свои 50 тысяч. Да блин, моя не приносящая дохода майнинг ферма и то быстрее окупится. При том, что я вообще ничего делать даже не буду. Много людей соглашаются? Сколько тех, кто вообще прям отказывается? Сколько? Тех, кто соглашается? Котечника 80 на 20. А как известно, в сетевом маркетинге зарабатываешь не ты, а зарабатывают на тебе. Он нам сразу дал понять, что спорить не станет. И поэтому никаких клевых дебатов, к сожалению, не получилось. Такое правило, я ни с кем не спорю, потому что прав по-своему. А этот мужик был очень уверен, что он крутой бизнесмен, ведь он оформил себе ИП. Это в соответствии с законами этой страны, индивидуальный предприниматель вы. Допустим, где-то в Бразилии это не индивидуальное предпринимательство. Вы все равно часть всей этой схемы. Вы как бы не свое делаете. Вы не свое. Вы же все равно что-то чужое продаете. Некачественная продукция, непонятное происхождение. Она не зарекомендовала себя хорошо на рынке. Хоть он и продавал, китайский всеми ненавистный ширпотреб. За входной билет в этот бизнес он явно заплатил приличную сумму. И видать, он все еще не окупил свои расходы. Ведь мы пришли к нему на собеседование аж в девятом часу вечера. Ну как бы это не бизнес получается. Мы все равно вливаемся в эту структуру. Это как бы обычная сеть. Они там используют забавный психологический подход. 40 минут они тебя расспрашивают о том, что ты хочешь от жизни и чего ты хочешь добиться на работе. А потом преподносят тебе свою контору именно с этих нужных сторон, о которых ты рассказал. Здесь хотя бы система убеждения хорошая есть. Сначала выясняют потребности, потом по потребностям тебе все говорят. Это любой жизненный закон. Ты же это всего хочешь, вот тебе это предлагают. Вот и все. Вот и все. Так что, ребята, я вам не рекомендую заниматься этой ерундой. Ведь на самом деле, даже из моих знакомых, кто там работает, в этом сетевом маркетинге, никто выше среднего уровня не зарабатывает. Они только говорят о своих миллионных доходах, а на деле сами ночью в такси подрабатывают. Скидывайте к нам в паблик известные вам случаи обмана и мошеннические конторы, о которых вы знаете. Мы их все разорвем, дайте мне только повод. Они еще пожалеют, что решили обманывать нас с вами. Теперь вы знаете, что стоит вот за этими вот бумажками. И впредь никогда на это не поведетесь. И никогда не попадайтесь на уловки мошенников, а не то мне за вас будет стыдно. Прям как за инстаграм еврея. Всем удачи. Однажды мы пришли к мастеру над шептунами, его пташки бумажки раскидали. Все, ты уже записываешь клик. А не то мне за вас будет стыдно. Прям как за инстаграм еврея. Видал, как ребята посмеяли и сказал про инстаграм еврея. Это было очень забавно. Амбежка началась. Почему шептун? Ну, потому что он шептун, блядь, шептуны там пускал, сидел. Шепотом говорил, его не слышно было. Мастер над шептунами. Да, вот именно мастер над шептунами. Нужно туда картинку варить. Типа он сам шептал, и он там как бы начальник, и поэтому он мастер над шептунами там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok